Убийство в здании С раскрытием личности Дудинова и тем, что Чарльз, Оливер и Мейбл похожи следующие цели убийцы после выяснения, что этот человек уже убивал дважды, давайте углубимся в эпизод, рассмотрим темы и обсудим все, что можно из него извлечь. Вот объяснение концовки шестой серии четвертого сезона «Только убийство в здании». Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Как и в большинстве серий этого сезона, название эпизода взято из фильма со схожей темой – фотоувеличение. Фотоувеличение. Фильм 1966 года. Психологический детектив о молодом успешном фэшн-фотографе, который снимал в парке, а позже, рассматривая фотографии, понял, что мог случайно заснять улики убийства, произошедшего там. Фильм раскрывает тему скрытой правды, которую может уловить камера. Эта идея исследуется и в данном эпизоде сериала, где Тони и Тринни, их профессор киноведения, постоянно говорил продолжать съемки, а профессором оказался Дудинов. Вот почему вокруг студии было так много камер, а также в квартирах Мейбл, Чарльза и Оливера. Они хотели запечатлеть многомерную версию правды, что возможно только через объектив камеры. Эта связь с кино проявилась и в прошлом эпизоде, особенно учитывая, что Мерил Стрип снялась в том фильме, так что я держу это в уме, наблюдая за развитием этой истории. Объяснение концовки. В этом эпизоде было много неожиданных открытий. Например, мы узнали, что Дудинов, которого мы знали, на самом деле не был тем, за кого мы его принимали. Оказалось, что Дудинов уже некоторое время был мертв. Значит, Дудинов в Португалии, отправлявший мясо жителям западного блока, не был тем Дудиновым, которого знали Трина и Тони. У Дудинова были те же болгарские протезы, что у Саза. Среди останков Саза нашли два левых плеча. Одно оказалось Дудинова. Это может означать одно из двух. Жители Западной башни не знали настоящего Дудинова. Их обманывал кто-то, обналичивавший чеки на его имя. Или они знали его, что указывает на их причастность к смерти Дудинова, а вся история с Португалией была выдумкой, которую они сочинили. Это то, что они придумали. Факт, что чеки обналичивались в том же городе, где они жили. Могли ли они убить его, чтобы продолжать жить дешево в этом доме? Винс и Руди были шокированы, когда Чарльз сказал, что Дудинов вернулся в город. Они утверждали, что он бы их навестил, значит, его там не было. Но не могло ли это быть их уловкой, чтобы скрыть, что они знали о его отсутствии, потому что были ответственны за его смерть? Это могло дать мотив убить троицу в другом здании, зная, что они всегда раскрывают убийство и докапываются до правды. Возможно, их хотели устранить, сделав следующими целями. Так план был бы надежным, и их не раскрыли бы. Пока это новая теория, как обычно. Новые серии всегда порождают новые теории. Но похоже, что САС мог быть целью наравне с Чарльзом, Мейбл и Оливером, а не просто ошибкой вместо Чарльза. Винс связан с братьями-сестрами, так что все еще есть связь с производством шоу. Сериал любит вести нас разными путями, чтобы мы гадали, что же происходит на самом деле. Хотя теория о жильцах снова обсуждается. Есть веские доводы в пользу причастности кого-то из съемочной группы. Трина и Тони теперь вне подозрений, так как след обуви объяснился их визитом в квартиру Дудинова. Но с САЗом, который что-то разнюхал и сделал откровение Чарльзу, о котором мы еще не знаем, проект фильма мог оказаться под угрозой. Дудинову не нравилось участие братьев и сестер в проекте в Лос-Анджелесе, так далеком от их изначального подхода к рассказу. Что если он тоже пытался сорвать съемки, как и САЗ, и это привело к его смерти? Мы не знаем, как давно он мертв. Братья и сестры не видели его три года. Но это не значит, что он отсутствовал все это время. Учитывая, что в квартирах троицы были скрытые камеры, думаю, что человек, который их установил, должен был знать, где они живут, и иметь доступ внутрь. Чтобы попасть к Мейбл, нужно знать код, что сужает круг подозреваемых до нескольких человек. Действительно говоря, раз телефон Сажа был включен и слал сообщение, им стоит сразу обратиться в полицию, чтобы его отследить. Но, я думаю, этого не случится. Зак был ранен рикошетом пули, и мы видели, что на окне были те же следы. Значит, убийца тот же человек и использовал то же оружие. Мейбл, Чарльз и Оливер покинули город, чувствуя опасность. Интересно, что же будет дальше. Следующая серия называется «Долина кукол», как фильм 1967 года. Любопытно, какие темы оттуда они возьмут. Мое мнение об эпизоде. Думаю, это отличная серия, точно одна из моих любимых. Творческое исполнение было захватывающим, а смена камер разных эпох и наблюдения создали эффект мухи на стене. Мы увидели другую сторону трио, неотредактированную версию, которая произвела сильное впечатление. Четырехактная структура сделала эпизод легким для восприятия и растянула короткий хронометраж. По сравнению с прошлой неделей, этот эпизод был на несколько уровней выше. Этот эпизод, пожалуй, содержал одни из самых смешных моментов во всем сезоне. Оливер, так явно замечающий камеру, когда должен был ее игнорировать, это было идеально и так по-оливеровски. Говард, меняющий лояльность и возвращающийся к трио, создал забавный момент, а раздражение Чарльза и Мейбл постоянно вызывало смех. Что касается актерской игры, на этой неделе она была действительно сильной. Рад, что мы увидели больше братьев-сестер, а то казалось, что мы с ними мало общались, но это позволило нам лучше их понять. Их холодный, аутичный подход контрастировал с живостью, которую мы часто видим у Чарльза и Оливера. Как обычно, трио было в ударе, но впервые увидев в них страх, это немного изменило их, и они справились хорошо. В прошлых сезонах шоу всегда казалось, что есть какие-то зацепки, за которые можно ухватиться, но в этот раз столько всего меняется в каждой серии, что никогда не знаешь, куда повернет сюжет. Весь сезон я думал, что убийцей мог быть Винс. Братья-сёстры, Саш могла инсценировать смерть, даже Глен мог быть убийцей. Я в растерянности, но думаю, это признак хорошего детектива. Улик много, но они пока не складываются. Мои мысли, как три доски Чарльза, путаница, но я наслаждаюсь этим приключением. Сезон обещает быть сильным, одним из лучших, и я жду развязки с нетерпением. Итак, это было объяснение концовки шестой серии четвертого сезона.